Всем привет! Вы на канале Девайс и сегодня я расскажу о пяти лучших в настоящий момент материнских платах самого доступного из новых чипсетов Intel H510. Данный набор системной логики предназначен прежде всего для процессоров Rocket Lake S, но подходит и для Comet Lake S, поскольку задействует тот же сокет LGA1200. Среди же основных особенностей H510 можно отметить поддержку интерфейса PCI-Express 4.0, пусть и только для видеокарт, но не для твердотельных накопителей. Будет интересно, так что смотрите видео до конца, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забудьте кликнуть по колокольчику, чтобы не пропустить уведомления о новых материалах. Ссылки на все разобранные модели вы сможете найти в описании. Поехали! Начну с самой недорогой в настоящий момент из доступных на рынке материнок, использующих рассматриваемый набор системной логики. Впрочем, недорогой ее можно назвать лишь условно, а цены на оплаты 400 серии были довольно высоки, на оплаты же 500 еще выше, по крайней мере на старте продаж. Понятно, что у ASRock H510M HVS есть поддержка интерфейса PCI-Express 4.0, но реальную пользу она может принести лишь видеокартам топового сегмента, а к таким, как правило, не берут материнку на младшем чипсете. Тем более, действительно широким функционалом решение похвастаться не может. Да, у него неплохой набор разъемов для начального сегмента, но все-таки нынешняя цена, мягко говоря, не радует. Будем надеяться, что это и сдержки, связанные с началом продаж. Главная фишка материнской платы ASRock H510M HDV M2 подчеркнута в ее наименовании. Это наличие нетипичного для младшего в серии набора системной логики разъема M2 для высокоскоростного твердотельного накопителя. При этом важно подчеркнуть, что возможности интерфейса PCI-Express 4.0 на материнках чипсета H510 может задействовать только видеокарта. SSD обходятся третьей версией. В остальном модель не сильно отличается от бюджетных решений. Для того же сокета LGA1200 на базе чипсета H410, два слота для оперативной памяти, 4 SATA, USB, третьей и второй версий, несколько видеовыходов, нехватающие звезд с неба, но добротные звуковые сетевой контроллеры. Главная проблема H510M HDV M2, выставленная ритейлерами стоимость, но с ней ситуация, вероятно, начнет улучшаться, как только на рынок поступит больше материнских плат новой серии. Хорошо, что хотя бы майнерам решение на H510 неинтересно, иначе все было бы совсем печально, как с видеокартами и блоками питания высокой мощности. Очередная материнская плата от компании S-Rock выделяется не самым привычным для геймера, форм-фактором Mini-ITX, позволяющим устанавливать ее в компактные корпуса, а также наличием M.2 разъема для скоростного SSD и, самое главное, встроенным Wi-Fi и Bluetooth-адаптером. Wi-Fi поддерживается двухдиапазонной 2.4 и 5 ГГц пятого поколения, а Bluetooth версии 4.2. Это не самые новые итерации данных технологий, но в любом случае лучше, чем ничего. Примечательно, что у ASRock H510M ITX AC только один PCI-Express X16 разъем, и ни одного разъема X1 из-за укороченной нижней части платы он бы просто не влез. Вообще, материнка это явно не для массового потребителя, и я не включил бы ее в этот топ, если бы на рынке уже было больше решений на чипсете H510, но не буду отрицать, что модель вышла довольно интересной. Дальше на очереди Asus Prime H510MD. По функционалу эта модель не сказать, что сильно отличается от первых двух рассмотренных в сегодняшнем видео, но некоторые нюансы все-таки есть. Более продвинутая подсистема питания, более качественная элементная база, более продвинутые разводка и компоновка. По разъемам все более-менее стандартно для нового чипсета. Два слота для модуля оперативной памяти с частотой до 3200 МГц, один порт M.2 для SSD, четыре порта SATA, некоторое количество USB разъемов второй и третьей версии, два четырехпиновых гнезда для вентиляторов, и это с учетом корпусного, так что придется использовать разветвители или подключать вертушки к блоку питания, но это для бюджетных материнских плат дело привычное. Asus Prime H510MA Wi-Fi – самая продвинутая материнская плата в нашей подборке. Это несложно понять, как по наличию дополнительных радиаторов, отводящих тепло от подсистемы питания и разъема M.2, так и по реализованной по умолчанию поддержки Wi-Fi пятого поколения в диапазонах 2.4 и 5 ГГц, а также Bluetooth версии 5.1. Гнезд для корпусных вентиляторов также на одно больше, чем у предыдущих моделей, а вот разъемы USB Type-C не завезли, хотя могли бы, не думаю, что это сильно удорожило бы производство. Видимо, это один из методов разграничения материнок по чипсетам и ценовым сегментам, и хотя на старте продаж любые платы 500-й серии стоят довольно дорого, со временем ритейлеры будут вынуждены снизить цены. Сразу отвечу на вопрос, появление которого в комментариях почти неизбежно. Где материнские платы от MSI и Gigabyte? Все просто, их пока не привезли вообще или привезли в крайне малом количестве, а мы на канале Девайс стараемся рассматривать товары, которые можно приобрести в магазинах. За редким исключением, например, иногда мы советуем бывшее в употреблении железо, как недавно было с видеокартами, или обсуждаем еще не вышедшие новинки. Если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк, кликните по подписке и колокольчику, этим вы очень поможете развитию канала Девайс. Оставайтесь с нами, скоро выходят новые топы, рейтинги, обзоры, сравнения и подборки. Ссылки на все разобранные материнские платы, пусть и по несколько завышенным пока ценам, вы сможете найти в описании. Спасибо за внимание и до новых встреч!